Что вы делаете первым делом с утра? Телефон. Делайте одну вещь. Просыпайтесь утром и улыбайтесь. Кому? Никому. Улыбка — это не про кого-то. Улыбка появляется, когда вы чувствуете себя определённым образом. Не так ли? Да или нет? Если только вы не пиарщик, обученный каким-то трюком. Обычно улыбка появляется, когда случается что-то внутри вас, а не потому, что кто-то стоит перед вами. Не так ли? Поэтому первым делом с утра улыбайтесь. Это займёт 20 секунд. Хорошо? Если рядом с вами никого нет и некому улыбаться, тогда просто улыбайтесь. Жизнь — это праздник. Не так ли? Когда вы счастливы, разве вы не замечаете, что каждый ваш шаг, каждый вдох — это праздник? Замечали ли вы, что в определённый момент, когда вы очень счастливы, каждая мелочь, которую вы делаете — это праздник? Только когда в вашей жизни нет радости, праздник должен быть организован. Иначе каждый момент в вашей жизни, чтобы вы не делали — это праздник. Замечали ли вы, что в определённый момент, когда вы очень счастливы, даже простая прогулка — это праздник? Не так ли? Вот как это должно быть. Праздновать не обязательно означает, что мы должны собираться вместе и что-то делать. Это не обязательно. Но если мы хотим общий праздник, он нуждается в небольшой организации. Если для отдельных людей само их существование и сама их жизнь — это празднование, тогда, если они соберутся вместе, независимо от того, будет ли это вечеринка или что-то ещё, в любом случае, будет праздник. Да? Вы замечали, что если вы встречаете своего старого друга, и вы действительно счастливы, это будет большой праздник, даже если вы выпьете по стакану воды. Не так ли? Так что вопрос не в том, что вы пьёте, что едите и в какой атмосфере находитесь. Вы радостны. Именно внутренняя атмосфера определяет празднование, а не внешнее. Особенно это заметно, если нет внутреннего праздника, но есть внешнее торжество. Тогда вы впадёте в сильную депрессию. Посмотрите на это внимательно. Например, сейчас внутренние вы очень подавлены, а снаружи происходит большой праздник. Вы замечали, что становится труднее переносить эти празднования? По крайней мере, если бы это была нормальная ситуация, с вашей депрессией можно было бы легко справиться. Но когда снаружи происходит большой праздник, и внутренние вы подавлены, вам становится чрезвычайно трудно. Замечали такое? Итак, празднование происходит не потому, что мы прилагаем много усилий, или пьём, или едим, или что-то делаем. Празднование происходит потому, что вы радостны. Другого способа отпраздновать не так ли? Если кто-то проваляет много усилий, кто-то танцует, поёт, ест, пьёт. Почему? Он пытается создать для себя радостную ситуацию. Да? Да. Нет. Он пытается каким-то образом попасть в радостную ситуацию. Чтобы вы не называли радостью, чтобы вы не называли счастьем. Я уверен, что в вашей жизни определенно были моменты радости. Когда вы радостны, на вас проливается дождь радости, или она расцветает изнутри и находит внешнее выражение. Каким образом это происходит? Изнутри или из вне? Где это начинается? Внутри. Это всегда приходит изнутри. Но сейчас почему-то требуется зажигание снаружи. Да? Кнопка пуск находится в чьих-то чужих руках, а не в ваших. Но радость всегда внутри вас, не так ли? Вы когда-нибудь получали радость вот так? Нет? Видите, люди говорят о том, что подарить счастье, получать счастье, все это ерунда. Вы не можете ни дать его, ни получить. Просто чье-то присутствие может зажечь ваше счастье. Но вы ни от кого не получаете счастье, не так ли? Если вы несчастны, а кто-то очень счастлив, это может быть скорее оскорбительным для вас, чем причиной вашей радости. Если жизнь должна стать праздником, человек должен стать абсолютно радостным внутри себя. Возможно ли такое? Это, наверное, пустая полдомня. Знаете ли вы реалии жизни? Может быть, вы из какого-нибудь ашрама, где все идеально. Это не так. Вы счастливы или несчастны? Не потому, что жизненные ситуации сложились определенным образом. Кто-то счастлив не потому, что в его жизни все идеально. Кто-то счастлив, потому что он счастлив. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok